Давайте сейчас немножко поразмышляем. Мы вот с вами поем «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав». Давайте оживим немножко в нашей памяти, в нашей мысли, почему мы это поем, с какой стати. Почему он смертью смерть поправ? Вот смотрите, он приходит в мир, он Бог и человек, и его здесь ничто не ждет, кроме смерти. Это естественно. Вы знаете, что даже каких-то приличных людей, живущих в этом мире, всегда ожидало зависть и злоба. Каких-то даже приличных, нравственных людей. Уж тем более зависть и злоба ожидало Бога. Он приходит в чуждую атмосферу, он приходит в мир, лежащий во зле. И естественно, его ждет смерть. И он умирает, потому что любит нас. Он пришел из любви к нам, и он умирает. Это первое. Христос воскресе из мертвых, смертью. Остановимся здесь. Смерть поправ. Какую он смерть поправ? Мы с вами много говорили о том, что Бог называет смертью не момент остановки сердца. Не момент, когда душа отделилась от тела. Бог называет смертью разлуку с Богом. Когда человек разлучается с Богом, этот человек по мысли Бога, по мнению Бога, этот человек, разлучившийся с Богом, покойник. Вот такая вот логика у Бога. И поэтому он приходит смертью, смерть поправ. То есть, он эту разлуку между Богом и человеком, он эту разлуку прекратил. Потому что он говорит, и я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Он со своей стороны эту разлуку прекратил. Он сделал все для того, чтобы эта разлука прекратилась. Что требуется от нас? Вот смотрите, жизнь человека – это процесс наслаждения. Процесс наслаждения, потому что мы рождаемся в греховной плоти. И греховная плоть все время требует наслаждения. Она так устроена. Она эгоистичная плоть, она гордая, подлая, ленивая плоть. Она все время требует наслаждения. Если мы прекращаем этот процесс наслаждения, мы говорим, все, достаточно. Я насладился вот так. Мы начинаем умирать. Если я прекращаю процесс наслаждения, я умираю. Моя жизнь теряет смысл. Не так ли? Моя жизнь превращается в пустоту. И я умираю. Он умер, потому что любит меня. А я умираю, потому что хочу полюбить его и быть с ним. И в этой точке мы соединяемся. В точке смерти. И только в точке смерти мы можем соединиться. Больше нигде. Но это страшно. И это больно. Это приводит человека в отчаяние. И когда он приближается к этой точке смерти, он понимает, что все рухнуло. Жизнь потеряла смысл. Никаких наслаждений. Почему? Потому что наслаждения культивируют греховную плоть. Они ее выращивают. Взращивают. И когда человек приближается к этой точке смерти, остается до этой точки 10 метров, человек разворачивается на 180 градусов и уходит. Он говорит, нет, я так не могу. Я боюсь. Мне страшно. Я еще не готов. Я еще молод. Я еще хочу пожить. Может быть, ему удастся пожить, а может быть и нет. Как Бог даст. Вот такая история. Поэтому он смертью смерть попрал. И сущим в огробе живот даровал. Кто такие сущие в огробе? Это мы с вами. Это мы с вами. Мы живем в огробе. Наше тело гроб. Мы уже в том кино, которое смотрит Бог, мы уже умерли. Нас уже нет. Потому что он знает это кино от начала до конца. Мы уже умерли. Мы в земле. И мы просто растворились там. Мы сущие в огробе. Не они вот те, которые лежат там на кладбище. А мы. Поймите это. И духовная жизнь. Когда человек действительно живет духовной жизнью, духовная жизнь все время ставит меня, каждый день меня, перед лицом моего гроба, в котором я живу. Я все время наблюдаю свой гроб. Я все время переживаю то, что я мертвец. Мне не интересен Бог. Мне не интересна духовная жизнь. Мне не интересна молитва, пост, церковь. Мне это не интересно. Мне это чуждо, противоестественно. И я понимаю, что я мертвец. Я жив для наслаждений. И больше ни для чего. Я остаюсь один. И я хватаю себя за голову и кричу. Мне конец. Все кончено. Я погиб. Вот это и есть молитва. Вот это и есть молитва. И вот так молились отцы всю жизнь. И они вымаливали, и приходила благодать Святого Духа. И преображала плоть. И человек переставал жить по закону греха. Он переставал наслаждаться греховным чем-то. И начинал наслаждаться Богом. И это наслаждение Богом благословлено. Это единственное истинное наслаждение, которым может наслаждаться человек. Когда он наслаждается благодатью Святого Духа, все остальные наслаждения ложные. Они суть обмана и ложь. Вот что я хотел вам сказать, друзья мои. Христос воскресе! Христос воскресе!